Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Фанаты выложили в сеть фото Александры Черно, которая покупала фастфуд в Макдональдсе. Девушка позже призналась, что она не идеальна. Кроме того, Саша собирается вместе с Иосифом к его родителям и очень волнуется и переживает. Видимо, именно поэтому девушка сорвалась с диеты. Около недели назад состоялось торжественное открытие ресторана Ольги Бузовой. Это первое заведение под брендом Бузфуд, которое Оля открывала лично. В первый день все блюда были бесплатными, а также сама певица исполнила несколько хитов для гостей. Несмотря на то, что Бузова позиционирует свой ресторан как место вкусной и недорогой еды, на самом деле с ценой девушка погорячилась. Все дело в том, что по меркам Оли ценники может быть и небольшие, однако для рядового жителя столицы они невероятно кусаются. Стоит отметить, что владелец столичной сети ресторанов, посетивший детище Бузовой, был очень удивлен стоимости блюд. По словам ресторатора, в его заведениях на эти деньги можно питаться целую неделю, а качество блюд ничем не хуже. На голосовании проект покинули Екатерина Родина и Евгений Омельченко. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. На телепроекте случилась очередная потасовка, после которой, по слухам, его покинула Екатерина с Кьюти. Вместе с ней и рыжая собачка, так украшавшая эфиры. Интересная новость с сайта шлок. Чем чаще Ольге Рапунце или Дмитрию Дмитренко приходится появляться под камерами дома 2, тем больше у зрителей подозрений, что в коляске никого нет. Вчера в эфире семейство несколько раз прокололось. Ольга, которая раньше оставляла коляску на улице под чутким руководством любимого мужа, строго-настрого приказывая, чтобы никто не смог приближаться к брендовому транспорту, ни с того ни сего решила взять коляску с собой в общий дом. Видимо, чтобы Вася послушала, как мамка и папка ругаются с теткой и будущим дядькой Еваровым и при этом ни разу не взглянула на дитё, которое мирно спало. Недолго Ольга Бузова хранила интригу насчет того, в какой город она отправилась ради участия в новом ток-шоу, где действующим лицом стала сама звезда телестройки. Ольга отправилась в Венецию, где состоятся первые пять эфиров. 15 участников поборются за руку и сердце телеведущей Дома 2. Организаторы держат в секрете от Ольги Бузовой как весь ход событий, так и ее участников. Секретом не стало лишь то, что сама Оля выдвинула жесткие требования для отбора претендентов на ее сердце. Также известно, что планируется отснять материалы для восьми эфиров. Съемки состоятся в разных городах Италии. Стартует шоу на телеканале ТНТ ориентировочно в сентябре. Вчера Илья Яббаров и Алена Савкина были отпущены с поляны, чтобы провести вместе долгожданный выходной. На обратном пути у будущей мамы начался приступ тошноты, который поначалу ребята приняли за обычный токсикоз. Однако вскоре состояние девушки ухудшилось и напуганный Илья вызвал скорую. Алену всю ночь полоскала, плохо себя чувствовала, температура 38 и мне было очень плохо. Оказалось, мы отравились мясом. Конечно, я очень сильно напугался, потому что переживаю за нашего ребенка. Приехала скорая, Алену посмотрели и в принципе врач меня убедил, что ничего серьезного нет. Сегодня позвонил в клинику нашему врачу, договорился об УЗИ для подстраховки и успокоения моей души, рассказывает Ябаров. Надеюсь и молю Бога о том, что все будет хорошо. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!